АРМИЯ БУРГАНА Красный террор. Столетняя война, часть шестая. В этой серии продолжим обсуждать имперскую армию Гургана. То, что она принадлежала мировой империи чингизидов и выполняла роль полиции и судебных приставов, не вызывает сомнений. В прошлой серии мы рассмотрели участие будущих армян в восстании Моздака, до момента их переселения в Киликию. Давайте послушаем трактовки других участников восстания. Иудеи следующим образом рассказывают о своем участии в восстании Моздака. Суть их участия сводится к противостоянию Моздаку. Пламенная революция НР Марзут расплатила еврейскую общину и их союзников, которые победили Моздака и основали независимое еврейское царство Иосифов Мохоза, это царство прожило семь лет. В дальнейшем кое-какое поведение евреев в своем царстве стало неприемлемо для наместников Персии, они осадили и взяли город Мохоза Мазаки. Иудеев же выселили, как вы уже знаете, в Гурганг. В направлении Босфора в то же время двигался польский пан Лихова Зердест, он же Заратустра, вероятность, что Моздак, Марзутра и Заратустра одно лицо весьма высока. Организация восстания естественно лежит на управляющей верхушке византийских геноэзцев. И пан Зердест, конечно, не самостоятельно выдвинулся искать приключения. Послушаем краткое описание восстания Маздака. Город Мазаки также имел название Альмадатин, Картбандат, еврейское название Мохоза, что в переводе означает новый город Новогорде, Новгород. Во время восстания маздакитов, город Мазаки был ареной иудейского восстания во главе с Марзутра. После того, как ханский наместник в Персии Кават отказал евреям в праве организовать собственное ополчение, иудей Марзутра возглавил еврейское восстание, воспользовавшись путаницей, которую создал Маздак, предпринимающий постоянные попытки истребить и обобрать знатных людей Персии. В этой неразберихе под руководством Марзутры, евреи присоединились к военному восстанию, которое обеспечило политическую независимость евреям Мохозы. Евреи перебили много богатых граждан, сожгли их дома, а патриарха Анастасия Сианита влачили по улицам и после многих истязаний бросили в огонь. В течение семи лет сын наместника Кавада, Хосров, боролся с этой цветной заразой, поддерживаемой из-за рубежа и победил красных иудейских бесов. После расправы над Моздокитами и бегства уцелевшей части из них на речных судах в Киликию, семья наместников Кавад и Хосров осадила и победила мятежный город, зачинщика иудейского восстания Марзутру распяли на мосту Мохозы. Феофан Исповедник писал, беспокойные антиохийские евреи восстали. Патриарху Александрийскому, Анастасию, вложили в уста его отрезанные детородные органы и протащили через весь город, а затем убили. Вместе с ним многих богатых жителей убили и ограбили, а также сожгли их дома. Наместник Хосров не стал восстанавливать Альмадатина и построил новую резиденцию, Дагстгард, Новогардию. Запомните это место, позднее Новогардии, как и три Новгорода на карте станут центром нашего внимания. Новогардия, если читать на нашем языке, означает новая гвардия. Продолжим про революционера Марзутру и Моздака, как вы наверное поняли, это одно и то же лицо. В восстании еще принимал участие приехавший в гости Авраам из византийской Хазарии, видимо за награбленными у убитых персов ценностями, но этот рассказ оставим на другой раз. В дальнейшем наместники Персии, зная воинственность евреев, старались селить их в Закавказье, на территориях современного Азербайджана и Дагестана, в прошлом эти территории назывались Абхазией, чтобы они охраняли северную границу, потомки этих евреев, горские евреи, таты обратили в иудаизм Хазар и некоторые другие племена. Но вероятнее всего начальный поток евреев шел с речи Посполитой или Хазарского Каганата и к моменту этого восстания Хазарский Каганат уже давно существовал. Возможно пан Лихова Зердест шел не за народом для переселения на Балтийское побережье, а с польско-литовскими евреями и целью захвата власти и богатств на территории Персии, возможной для дестабилизации обстановки в регионе, но это не точно. От себя добавлю, что вся эта персидско-армяно-еврейская история высосана из пальца, на самом деле действия происходят в Золотом Треугольнике, Генуэсце и Бизантийцы, Венгро-Поляки и Македоняне-Русы. В качестве подведения итогов, поделюсь еще одним возможным и, наверное, наиболее правильным вариантом расстановки сил в этом регионе. Хазарский Каганат не существовал как единое целое, с одной стороны, как хозяева территории участвовали ханские земли с центром в городе Атиль, с другой стороны выступала торгово-транспортная империя Генуэсцев, она же Византия. Центр Иудейства и его золотой треугольник Киев, Львов, Могилев был ее частью, если не двигателем этой торговой корпорации. Края Золотого Треугольника охватывали многочисленные воеводства Речи Посполитой, которая в определенный момент имела название «Речь Посполитой Венецкая», в истории ее обозвали «Венецианской республикой», чтобы сильно не выпирала. Этой иудейско-польской химере приходилось выплачивать налог ханским наместникам, а также платить таможенные сборы за перевезенные товары. Для контроля за налоговыми отчислениями там и находилась армия Гурганга. И складывается впечатление, что все восстания и военные действия были обусловлены простым человеческим желанием — не платить налоги. Уточним для справки. Речь Посполитая Федерация Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году и ликвидированная в 1795 году, как раз образовалась в сроке после катастрофы 1530 года. Поскольку в истории восстания Маздака просматривается история сразу двух народов — армян и евреев, на память пришел отличный анекдот. Армянский этнограф, составляя описание для энциклопедии, дал следующую формулировку о своем народе. Армяне совсем как евреи, только честные. Вернемся к вопросу, с которого начали предыдущую серию, вспомним про святые писания и послушаем рупор письменной иудейской мысли Иосифа Флавия, который писал. Когда умер первосвященник Ииуда, Сан должен был унаследовать его сын Иоанн, но его брат Иисус, Иешуа воспротивился этому и обратился за помощью к Богосу, главному военачальнику Артаксеркса. Дальше, как в детском садистском стишке, дедушка бабушку опередил, внучку гвоздями к забору прибил. Пока Иисус Иешуа молился в храме, Иоанн подкрался и убил брата. Семь лет спустя Богос отомстил убийца Иисуса, Иешуа, наложив на иудеев штраф в 50 драхм за каждую овцу, ежедневно приносившуюся в жертву. Хорошая такая месть, в иудейском стиле. Это повествование от Иосифа Флавия очень смахивает на анекдот, пришедший с глубины веков. Но как бы там ни было, подложка этой истории верная, только будущие первосвященники, братья были сыновьями из византийской династии Комнинов. Еще одна цитата из Иосифа Флавия. Еврей Иосиф чудесно обращенный в христианство, при Константине Великом основал церковь. Императрица Елена начала строительство этой церкви о двенадцати престолах. В ней было епископство. Тот самый момент зарождения христианства как идеологии культа. Хазарский Иосиф стал папой, однако. Запомните про Елену и церковь, ниже мы вспомним о ней. Позднее, Роман Ликапин, он же византийский император Лев VI, решил освободить от засилия иудеев соседнюю сторону пролива Босфор. В планах там было размещение учебного центра для конфессиональных служителей, типа иезуитов. Город существует до сих пор и носит название Бурса. Это имя стало нарицательным, и в народе обозначало общежитие при учебном заведении. На другой стороне пролива также планировалось размещение баз и тренировочных лагерей для будущих римских регионов. После катастрофы, базы и лагеря будут перенесены на Балтийское море, на территории будущих Австрии, Венгрии и Германии, а оттуда и начнется плановый захват европейского субконтинента. Но вернемся к Роману Ликапину и факту выселения иудеев. Результаты не заставили себя долго ждать, Иосиф Флавий описал нам подвиги своей нации. Евреи разрушили и сожгли находящиеся в Иерусалиме церкви. В огне погиб храм Вознесения, сооруженный по приказу Елены, матери императора Константина. Была разрушена церковь Гроба Господня. Легко догадаться в каком Иерусалиме Елена строила разрушенный евреями храм, комментарии излишни. Волкоголовые воины дошли до нас в виде преданий о сказочных берсерках и ульфхиднаров. Это персонажи из древнегерманской и древнескандинавской мифологии. Считается, что они отличались неистовостью в сражениях. Снорис Турлусон в саге об инглингах, писал. Воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты, и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками. Тацит в труде Германии пишет о племени хетов. Едва возмужав, они начинают отращивать волосы и отпускать бороду и дают обет не снимать этого обязывающего их к доблести покрова на голове и лице, ранее чем убьют врага. И лишь над его трупом и отобранной добычей они открывают лицо, считая, что наконец уплатили сполна за свое рождение и стали достойны отечества и родителей, а трусливые и невоинственные так до конца дней и остаются при своем безобразии. Храбрейшие из них, сверх того, носят на себе похожую на кандалы железную цепь, что считается у этого народа постыдным, пока их не освободит от нее убийство врага. Превосходя силы и перечисленные только что племена и свирепые от природы, они с помощью всевозможных ухищрений, используя темноту, добиваются того, что кажутся еще более дикими, щиты у них черные, тела раскрашены, для сражений они избирают непроглядно темные ночи и мрачным обликом своего как бы призрачного и замогильного войска вселяют во врагов такой ужас, что никто не может вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнюю зрелище. В книге «Деяний Данов» саксон-грамматик рассказывает о шведе Севальде, у которого было семеро сыновей, которые были столь искусно в колдостве, что зачастую, внезапно охваченные дикой яростью, страшно выли, грызли зубами свои щиты, глотали раскаленные угли и проходили через любой огонь, зажженный перед ними. Их безумие нельзя было усмирить, иначе чем-либо крепко связав их, либо позволив им устроить ужасную резню среди людей. В саге о Бодде-Стреле рассказывается о бое главного героя и шведского ярла Хильмара с 12-ю берсерками, сыновьями ярла Арнгрима и вуры с острова Самсей на востоке Фландрии. В Исландии даже был издан закон который гласил, замеченный в бешенстве берсерк, а будет наказан тремя годами ссылки. Берсерками обычно становились одиночки изгнанные из городов за совершенные преступления. В дословном переводе со старонорвежского Ульфхенар, волкоголовый. Воин волка были олицетворением зверя Одина. В сопровождение Одина кроме воронов входили волки Герри и Фрейки, жадный и прожорливый. Есть некоторые упоминания, что древние римские знаменосцы переняли моду носить волчьи головы на шлемах после знакомства с нахами, предками войнахов. Это вполне вероятно, так как римские легионы обучались за соседней горой. Существуют теории, согласно которым агрессивность объясняется приемом перед боем психотропных веществ, однако назывались и другие возможные причины, такие как психические расстройства и наследственность. Ближайший современный аналог неистового состояния, это рамму и тайских боксеров перед боем. На Кавказе образ настоящего мужчины-война ассоциируется с образом волка, там бытует такая пословица. Волчица щенится в ту ночь, когда мать рожает кавказца. О храбрых мужчинах говорят. Он — геройский сильный волк. Одно из кавказских поверьей гласит, что когда наступит конец света, подует сильный ветер. Разрушатся горы, погибнут люди и животные. Только волк останется жив. Он смело повернется навстречу ветру. Ураган сорвет с него шкуру, и станет ясно, что это богатырь, который был в обличии животного и не понимал, кто он на самом деле. Чтобы ребенок рос отважным, ему давали съесть вареное сердце или печень волка. У хефсуров долгожданного мальчика-первенца нарекали Мгелия, что значит волк. Считалось, что злые духи не могут причинить вреда человеку с таким сильным именем. У даргинцев рожденному сыну, приходившие в гости, желали новорожденному стать волком или быть на него похожим. Сьезы полагают, что женщине опасно появляться одной в неселении еще и потому, что там она может невзначай встретить волка-одиночку, который, если возжелает, то заставит ее стать своей женой. И кажется, это не шутка. В мифологии осетин родоначальника эпических героев зовут Уархага, что тоже значит волк, а имя у Ахтанага переводится как «имеющий волчье тело». Согласно этому же эпосу, героя Саслана закалили в молоке волчицы, и поэтому тело его было неуязвимо. Любопытное имя у этого героя, Саслан, происхождение его не от слова ли ссылка. У мегрелов, в мифах героя эпоса зовут Герия, а Герия — это волк или волчонок. Краткий итог, волк — весьма уважаемый зверь среди тюркских народов и жителей Кавказа. Собственно, истинный смысл волкоголовых воинов хорошо показан в мультфильме «Маугли», хотя авторы и не стремились к этому. Индивидуумы, выросшие и воспитанные среди зверей как нельзя лучше подходят для карательных армий. Возможно, где-то был питомник для выращивания супербойцов. До нас дошел только культ и эмблемы волкоголовых отрядов. Обратите внимание на регион, где расположен Гурганг. Практически все экстремистские организации из этого региона, как правило запрещенные в России, имеют свои эмблемы и изображения волка в различных стилизациях. Один из примеров — репортаж Deutsche Welle о запрещении в Германии экстремистов. Поскольку все эти организации запрещены, обойдемся без перечисления названий и демонстрации флагов. Мы с тобой одной крови. Мы с тобой одной крови. В следующей серии познакомимся с художественно-документальным описанием восстания Моздака, там описано много любопытных подробностей и этот труд достоин внимания. Подчеркну слово — документальный роман, в нем вы узнаете подробности о похождениях Авраама из Византийской Хазарии во времена Первой Цветной Революции. Тем более, что то, что происходит сейчас в мире, практически идентично этой истории. Складывается впечатление, что режиссер-постановщик один, он же и сценарист, или сценарист и безбожные копии пастера-плагиатора. Продолжение следует...